Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Волшебный пендель. Деньги» в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите зарабатывать деньги, наконец, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы вдруг случайно смотрите меня в прямом эфире, то напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Это никак не анонсированный эфир, спонтанный совершенно. И сейчас я давайте размещу эту информацию о «Волшебном пенделе» и расскажу вам, что здесь происходит сейчас. Значит, смотрите. Дело в том, что время от времени у меня возникают какие-то идеи, какие-то мысли, которые мне хочется каким-то образом зафиксировать. И у меня нет времени, нет там двух, полутора, двух часов на то, чтобы сделать какой-то большой текст, отправить рассылку. И поэтому я думаю, что я, если там будет какое-то время, то буду либо записывать такие короткие видео на 5-10 минут, либо делать такие спонтанные, не анонсированные трансляции. Если вдруг кто-то, проходя мимо, окажется в прямом эфире, ну, значит, в прямом эфире мы с вами пообщаемся. Если нет, ну, так, в записи посмотрите. А если не посмотрят, ну, тоже, значит, может быть, как-то и не надо. Так вот, мысль, которая сегодня у меня возникла. Сегодня во время пробежки я слушал историю одного музыканта, который был очень сильно известен. Не важно, что за радиопрограмма, не важно, что за музыкант, это все совершенно не важно. И при этом он рассказывает, что когда мы поднимались, когда мы становились знаменитыми, мы подписали договор с продюсером. Подписывали мы, конечно, документы, не глядя, не читая это все. И оказалось так, что договор, который они подписали, он был, ну, не очень выгодный для них. Но при этом выгодный для продюсера. И в итоге, будучи уже очень знаменитыми ребятами, будучи группой, которая собирала стадионы, десятки тысяч людей на концертах, будучи группой, которая записывала альбомы, которые слушал весь мир и сейчас продолжает слушать весь мир, при этом они зарабатывали столько, даже не столько, сколько зарабатывает рабочий или фермер. Зарабатывали очень-очень-очень маленькие деньги. Вот история. И понятно, что были музыканты, которые зарабатывали много, как Бетлы, у которых был хороший продюсер, как Лид Дзеппелин, которые сами, в общем, понимали немножко в том, чем они занимаются. И в том числе и в бизнес-части. Группа Радиохэд, которые очень хорошие деньги зарабатывают и умеют и любят это делать. Но очень многие люди в шоу-бизнесе, которые известны, весь мир их знает, хорошо выглядят, да, постоянно в центре внимания. И очень часто эти люди очень-очень мало зарабатывают. То есть у них реально тупо мало денег. Вторая история. Читал дневники Энди Уархола. Это довольно большая книга в электронном виде. Это там типа 5000 страниц. И она довольно рыхлая такая, бессюжетная. И там очень много какой-то лишней информации, включая, например, информацию о том, сколько он платил за такси и так далее. Но, в числе прочего, там иной раз попадаются весьма-весьма интересные истории, которые, ну, скажем так, дают возможность сделать определенные полезные выводы. Так вот, он рассказывает историю некого молодого человека, модели. И вот, значит, этот молодой человек тусуется с какими-то всякими важными людьми. Постоянно его снимают, постоянно в фотосессии он постоянно на обложках каких-то журналов. Каждый вечер он тусуется в каких-то роскошных местах. То есть, у него берут интервью, его фотографируют и так далее, и так далее. Но при этом этот молодой человек зарабатывает хрен да ни хрена, а живет, как Энди Уархол написал, живет в теплице. То есть, живет в каком-то крошечном помещении 2 на 2 метра. И в этом помещении 2 на 2 метра он живет еще с 5 моделями. И спит на полу, потому что на кровать тупо не помещается. Вот вторая история. То есть, мы смотрим и видим модель яркий, красивый, хорошо одетый всегда. При этом нищета. Дальше. Следующая история. Тоже вот буквально там не так давно, пару дней назад я ее читал. Тоже не буду называть кто. Некая девушка, достаточно известная, рассказывает о том, как она работала в глянце. Я когда работал в медиа, это была немножко другая история. Я другими немножко делами занимался. Ближе к экономике, политике и так далее, и так далее. Но как устроена профессия журналиста, более или менее представляет. Так вот. Вот она работала в глянцевом журнале. И работая в этом глянцевом журнале, она постоянно летала, условно говоря, в Канны, в Неканны. То есть, тусила на каких-то всяких крутых мероприятиях, пафосных. Общалась с всякими важными людьми. И при этом, да, жила в роскошных, крутых отелях. У нее были всякие крутые, мощные тряпки от самых-самых модных брендов. Но при этом, например, когда ей позвонила квартирная хозяйка и сказала, слушай, дорогая, ты просрочила оплату за съемную квартиру. Давай-ка быстро денежки переведи. И она перевела деньги. И у нее на карточке было ровно столько денег, чтобы заплатить за квартиру. То есть, у нее не было никакого запаса денег. Она заплатила за квартиру за месяц последними деньгами. То есть, со стороны это выглядело так, да, что это очень богатая, очень успешная тетка, которая путешествует первым классом, ездит по, живет в лучших отелях, общается со самыми знаменитыми людьми, но при этом у нее нет денег. Зарабатывает она при этом копейки. Да, то есть, а со стороны выглядит, что очень-очень богатая. В свое время я тоже на этом, как бы, не то, что, как бы, обжегся, да, но тоже для меня было неприятным сюрпризом, да. То есть, я, когда начинал писать романы, там дело в том, что я вообще всегда любил детективы, да. И, в общем, я и хотел писать детективы. И у меня было такое представление о том, что авторы детективов зарабатывают очень хорошие деньги. У них очень большие тиражи. У меня действительно, кстати говоря, были очень большие тиражи, даже по меркам 90-х. Да, там 50 тысяч был начальный тираж. И затем, да, вот эти, как оказалось, да, все эти авторы, которые тиражи во всех магазинах, книги, куча изданий, переизданий и так далее, и так далее, они все зарабатывали очень небольшие деньги. Я за первый свой роман получил 3,5 тысячи рублей. За второй, типа, 4,5 тысячи рублей. Это было больше, чем сейчас, да, потому что это были 90-е годы. Но это была, типа, там, моя зарплата журналиста за два месяца. То есть, совсем не так шоколадно. Жить на эти деньги было нельзя. То же самое, примерно в то же время, значит, я помню, был концерт группы Телевизор, и, значит, я смотрю, я любил эту группу когда-то в 80-е годы, а это 90-е. И, значит, выступает группа Телевизор, и я думаю, ну уж у него-то точно все в порядке, да, у него деньги есть, концерты, слава и так далее, и так далее. И тут он поет песню с таким припевом. Нет денег. Да, то есть, нам-то казалось, что у них все в порядке. А на самом деле, они копеечки сосали. Очень многие сегодня, очень многие психологи и инфобизнесмены, которые показывают свое миллионерство, они на самом деле этим миллионерством не обладают. Живут в съемных квартирах, показывают арендованные машины, да, а богатства никакого на этом, за этим не стоит. К чему я все это рассказываю? Очень часто, когда мы смотрим на каких-то людей, на которых мы хотим быть похожими, и если вот это, в чем я хочу быть похожим на этого человека, если это деньги, да, то есть, я смотрю на человека, который чем-то занимается, я думаю о том, что вот, окей, я хочу такие же деньги, которые он зарабатывает. Для меня было большим шоком, когда я начал общаться с топовыми инфобизнесменами и обнаружил, что среди них есть люди, которые хорошо зарабатывают, и есть люди, которые зарабатывают очень мало. Не столько, сколько они демонстрируют. Так вот, очень часто мы смотрим на людей, которые, как нам кажется, зарабатывают много и сбиваем свой фокус. И мы себе говорим, мне нужны деньги. Я сейчас, допустим, в затруднительной финансовой ситуации. И я вижу, что вот есть люди, которые вот этим вот зарабатывают большие хорошие деньги. Например, из перечисленного мной, да, музыканты, редакторы глянцевых журналов, модели, авторы детективов, психологи, инфобизнесмены, да, и мы, сбив себе фокус, да, мы решаем поменять, например, свой вид деятельности для того, чтобы зарабатывать столько, сколько эти люди зарабатывают. И тратим на это месяцы и годы своей жизни. А потом, когда мы вникаем глубже в то, что там происходит, мы вдруг обнаруживаем, что денег там нет. И люди, которые демонстрируют свое богатство, на самом деле этим богатством никоим образом не обладают. Поэтому, друзья мои, к чему я весь этот спич веду? К тому, что если вам кажется, что кто-то, занимаясь какой-то деятельностью, делает на этой деятельности хорошие деньги, и вы хотите, моделируя, копируя этого человека, заняться этой же самой деятельностью, имея в виду именно то, что вы будете зарабатывать деньги, то лучше изучите предмет повнимательнее. Вполне может быть, что человек на самом деле спит в съемной квартире 2 на 2 метра, в которой вместе с ним еще 5 человек спят. Это вполне может быть. И это убережет вас от опасности вляпаться в какую-нибудь историю, на которую вы можете потратить месяцы, а то и годы своей жизни. Вот что я хотел вам сегодня рассказать. Большое вам спасибо за внимание. И увидимся когда-нибудь в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok